Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Один украинский военнослужащий погиб, семеро ранены. Основные потери бойцы понесли в Луганской области, вблизи Екатериновки и Троицкого. Там стреляли из артиллерийских и зенитных установок, минометов, вооружения БМП и гранатометов, сообщает штаб АТО. На Донецком направлении напряженно на Приморском участке фронта, под минометным огнем укрепления армейцев в районе Лебединского и Ломакина. За сутки режим тишины на передовой нарушался полтора десятка раз. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют увеличение количества обстрелов и тяжелой техники вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил заместитель главы мониторинговой миссии в Украине Александр Хук. В этом году мы зафиксировали более 40 тысяч нарушений режима прекращения огня и более 700 единиц вооружения, которое размещено с нарушениями вблизи линии разграничения. 300 человек не успели пройти во вторник пункт пропуска Станица Луганская. Поток людей резко увеличился во второй половине дня. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, их оставили ночевать в поселке, сообщают в местной райадминистрации. Спасатели организовали полевую кухню, кормили бесплатно кашей с тушенкой и горячим чаем. На месте дежурила скорая помощь. Квартиры для переселенцев в Мариуполе принимают заявки на предоставление временного жилья семьям с неподконтрольных территорий. Программу софинансируют Горсовет и профильное министерство. Какие документы необходимы, чтобы попасть в очередь, знает Елена Уланова. В этом концертном зале проходят репетиции солистки Мариупольского камерного оркестра «Ренессанс» Анны Иванишко. В Мариуполь она переехала из Донецка. Говорит, основная проблема, с которой столкнулась сразу, – жилищная. Местные власти выделили артистке комнату в общежитии. Нотные клавиры и электронная пианино на планшете – вот и весь домашний музыкальный инвентарь оперной певицы. На 13 квадратных метрах фортепиано поставить негде. Чтобы не мешать соседям, репетировать получается нечасто. Мы должны работать постоянно для того, чтобы выносить произведения на публику. Нам надо постоянно работать, надо постоянно искать эти образы. Для таких, как Анна, в Мариуполе действует программа по приобретению жилья для переселенцев. В прошлом году для них уже было приобретено 43 квартиры. Сейчас также ведется прием заявок и формируются списки нуждающихся. Главное условие – отсутствие собственного жилья на подконтрольной территории. Гражданин любого возраста, имеющий либо трудоустроенный, либо нетрудоустроенный, он имеет право подать документы, но имея на руках справку о том, что он официально зарегистрирован в статусе временно перемещенного лица на территории города Мариуполя. В приоритете на получение жилья семьи с детьми – высококвалифицированные специалисты. Квартиры предоставляются без права приватизации. Договоры с переселенцами будут заключаться на один год. Если в течение года ничего в этой жизни не поменялось, и это лицо не переехало в другой город и так далее, то человек автоматически этот договор пролонгируется до урегулирования конфликта. После того, как конфликт будет урегулирован, естественно, надобность в этом жилье отпадет. В Мариупольский центр предоставления админу слуг уже подано более ста заявок. Анна Иванишко тоже планирует это сделать. Всего же в Мариуполе зарегистрировано свыше 95 тысяч переселенцев. Елена Уланова, Сергей Чакрыгин, Артем Коробецкий, Телеканал «Донбасс». Шахтеры предприятия «Селидов уголь» продолжают забастовку. Ответа требовали в Министерстве энергетики. Просят выплатить зарплату и пересмотреть дотации для всей отрасли. Чего добились, расскажет Мария Петрик. Это протест горняков под стенами госпредприятия «Селидов уголь». Три шахты Донецкой области, входящие в состав предприятия, прекратили работу. Шахтеры разбили палатки, тысячи рабочих и сотни вопросов. Главный – не выплата заработной платы. Через несколько дней после начала протеста правительство выделяет 365 миллионов гривен и горнякам погашают долг по зарплате за предыдущие годы. Кроме 2017-го нужно еще более полумиллиарда гривен. Добиваться справедливости и оплаты своего труда шахтеры приехали в Киев. Сначала в профильное министерство. Министр энергетики был немногословен. Обещает, вопросом займется лично. Через две недели я буду заниматься сам, вырубничными процессами на «Селидов уголь». У предприятия нет госзаказов, следовательно, и инвестиций. Потому и зарплату шахтерам платить не из чего, объясняют в министерстве. Горняки отвечают. Проблема в том, что Украина не использует собственные запасы черного золота, а покупает уголь у Америки, России и Канады. Да не покупайте за границей, вложите сегодня деньги в угольную промышленность. И угольная промышленность спасет Украину. И независимость от других, от той же России и от других. Поддержки шахтеры просят и у нардепов. Их выслушали и предложили свое решение в радикальной партии. Защита наших трудящихся, наших шахтеров, наших металлургов – это наша первоочередная задача. Мы всегда за них. Мы за то, чтобы люди достойно жили. Потому что они основа нашей сильной экономики и нашей сильной страны. Проблему радикальная партия обещает решать комплексно и в ближайшие сроки. Для начала будет добиваться пересмотра бюджета и увеличения дотаций для всей угольной отрасли. Мария Петрик, Валерий Савицкий. Специально для телеканала «Донбасс». До 40% экономии на стоимости электроэнергии. Платить за свет меньше можно благодаря интеллектуальным счетчикам. Их своим абонентам устанавливает компания «ДТЭК Донецк Облэнерго». Умные приборы учета помогают не только экономить, но и самостоятельно снимают показания. Как они работают, узнавали наши корреспонденты. Электромонтер подсоединяет последний провод к новенькому счетчику. Затем опломбировка и проверка напряжения. Скоро все квартиры этой мариупольской многоэтажки оснастят такими приборами учета. Благодаря им за потребленную электроэнергию жильцы смогут платить по тарифу день-ночь и экономить до 40%. Для вас это будет чем выдано? Тем, что днем у вас будет обычный тариф, а ночью вы будете от обычного тарифа оплачивать 50%. Счетчик программируется автоматически. Достаточно подать заявку. Также автоматически он будет передавать данные о расходе электроэнергии в диспетчерский пункт. Человеческий фактор при формировании платежки исключается. Не будешь каждый месяц думать и заглядывать этот счетчик и сообщать, звонить по телефону или заходить в личный кабинет. Показания снимаются дистанционно благодаря единой автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии. К ней уже подключены более 55 тысяч семей в Донецкой области. Проект стартовал в 2011 году. В его рамках умные счетчики компания ДТЭК Донецкоблэнерго устанавливает бесплатно. Выбираются наиболее проблемные районы, где есть значительные потери, которые обусловлены то ли неправильной работой счетчиков устаревших образцов, то ли каким-то хищением потребителей. Чтобы обезопасить сеть от скачков напряжения, а электроприборы от перегрева, энергетики проводят ревизию проводки. Вырежут провода, которым уже по 40 лет, которые на скруточках, на алюминиевых, на различных приспособлениях. После замены счетчиков энергетики закроют счетовые специальными замками, чтобы оборудование не украли и не повредили. Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии – одно из приоритетных направлений стратегии развития нашей компании. Основные плюсы для клиентов – это в первую очередь, конечно же, повышение качества обслуживания. В прошлом году компания «Детек» Донецк «Оглэнерго» установила своим абонентам 3,5 тысячи умных счетчиков. В этом намерены поставить еще 8 тысяч – в Краматорске и Мариуполе. В планах и Славянск. Елена Уланова, Сергей Чекрыгин, Телеканал «Донбасс». Из школы и детских садов Славянска вывезли ртуть, содержащие лампы. Но сейчас в области нет предприятия, которое бы занималось их утилизацией. Где хранят старые лампы, насколько опасны эти отходы и когда от них избавятся, выясняла Мария Сергеева. В павличных ящичках по 6 штук ламп в каждом. Директор славянской школы номер один показывает, где в подсобке хранились использованные ртуть, содержащие лампы. На днях их вывезли со всех школ и детских садов города. За три года накопилось порядка трех тысяч штук. Последняя утилизация у нас была буквально перед военными событиями. Был заключен договор с одной из фирм города Днепра. На прошлой неделе приехали представители машины. Мы сдали 2777 ламп. А в славянской школе искусств полтысячи люминесцентных ламп до сих пор хранятся в подвале. Раньше их вывозили централизованно, но после реорганизации службы по чрезвычайным ситуациям порядок финансирования, сбора и утилизации осветительных приборов изменился, говорит директор. Сейчас они ищут подрядчика самостоятельно и за свой счет. Не каждая фирма, которая занимается отходами опасными, не каждая хочет этими лампами заниматься, потому что, наверное, не очень рентабельно. Либо надо количество огромное, для того, чтобы приехать забрать, либо должна быть цена. В общем, ну рыночная стоимость, сейчас мы когда начинали заключать договор, от 8 до 12 гривен за лампу утилизации. Люминесцентные лампы вывезут до конца февраля, обещает директор. Говорит, в школе искусств их уже меняют на светодиодные, а специалисты из санстанции сделали замеры воздуха на наличие паров ртути. И вот выяснилось, что концентрация паров ртути в выбранных пробах атмосферного поветря не превышает допустимые сгибы санитарных норм. В Донецкой области нет предприятия по приему и утилизации опасных отходов. В прошлом году за счет областного бюджета купили специальную передвижную установку, но ее работа пока не налажена. На данный момент в Прозоро ведется процедура закупки дополнительного оборудования по переработке фильтров и извлечению ртути, которые эта машина собирает в себе. И ведется сбор документов на получение лицензии по работе с опасными отходами. В Департаменте экологии обещают оформить документы и запустить установку по переработке ртуть содержащих ламп к началу лета. Мария Сергеева, Максим Кривошенко, телеканал Донбасс. Она тянет на себе две работы, чтобы прокормить семью. Поэтому времени на своих детей почти не хватает, а сыновья так скучают, что даже готовы сидеть с мамой на работе. Историю Кристины Байчук, матери-одиночки из Донецкой области, расскажет Инна Желенко. Каждая бусинка, каждая копеечка, ягодка какая-то, все что-то обозначает. Дети в Нитайлово мастерят обереги для своей школы. Верят, что с их помощью она уцелеет. Знаете, когда боевые действия проходили, наша школа спасла очень много людей. У нас подвал в школе есть. И люди находились, все боевые действия в этом подвале. До сих пор в школьном убежище есть все необходимое для выживания. Чтобы водичка мы каждый день меняем, чтобы было свечки, проверяем, чтобы лампочка не отгорела. Взрослые дети провели здесь много ночей. Здесь был полный подвал. Приходили люди вот тоже с двух этажек рядышком. Кристина Байчук одна воспитывает двоих сыновей. Говорит, когда в поселке прекратились боевые действия, на первый план вышла проблема, как прокормить детей. Двое детей. Я сама, поэтому стараюсь охвататься за каждую подработку, за каждую работу, что есть. Чтобы выжить, одинокой маме пришлось устроиться на две работы. Трудится техничкой в школе. И там же ведет кружок декоративного мастерства. Занята допоздна. Чтобы побыть с мамой, сыновьям даже пришлось записаться на занятия рукоделием. Ласку, поддержку, успокаивать, быть рядом с ними. Больше ничего, мне кажется, для ребенка не надо. Кристина мечтает, чтобы ее дети получили хорошее образование. Из-за войны Андрей и Олег пропустили год занятий. Теперь приходится наверстывать упущенные. Младший учится хорошо. Он учится в третьем классе. Учится она отлично. Мальчиком делаем всякие на ноутбуке программы. Весуем. Без помощи сыновей со своими обязанностями мамы-одиночки она бы не справилась. Андрей там что-то одно делает, я второе. Чтобы было легче и быстрее. Пока я на работе, Олег пораньше придет, картошечки начистит. Вот Андрюша в комнате поубирает. Ну, я уже прихожу, готовлю кушать. Семье «Бойчук» помогает гуманитарный штаб Рината Ахметова. Волонтеры регулярно привозят жителям Нетайлова сотни продуктовых наборов. Это помогает выжить малообеспеченным старикам, детям и людям с инвалидностью. Ринат Ахметов людям всем помогает, детям. Очень благодарим за его помощь, что не оставил нас в трудную минуту. Очень мало таких людей, которые могут помочь. Волонтеры гуманитарного штаба выдали уже 12 миллионов продуктовых наборов. Благодаря помощи Рината Ахметова спасены более миллиона жизней. Инна Желенко, Ростислав Сысоя, Владимир Конопля для телеканала «Донбасс». Два миллиона на пожелания горожан. В Краматорске жители представили 19 проектов по благоустройству города. Деньги на 14 из них после голосования выделят из местного бюджета. Как в результате изменятся улицы, дворы и скверы, знают наши корреспонденты. Трамвай-кафе, инклюзивные спортивные и детские площадки, клубы для молодежи и пенсионеров. Краматорчане планируют улучшить свой город. Это хорошая идея или нет, чтобы они сами за собой убирали. Оксана агитирует земляков голосовать за ее проект. Краматорчанка предлагает установить в парках и на бульварах специальные боксы с бесплатными пэт-пакетами. Женщина считает, хозяева собак в Краматорске тоже могут убирать за своими питомцами. Так уже делают в Киеве и Одессе. Улучшить жизнь города, чтобы город стал чище. Культура у людей появилась, чтобы одни, у которых есть собачки, не мешали тем, у кого нет собачек. Проекты горожан реализуют до конца года. Для общественного бюджета из местной казны выделили 2 миллиона гривен. В том году у нас было в бюджете заложено 1,5 миллиона и каждый проект составлял 25% от этой суммы. То в этом году мы разделили все по 150 тысяч. Так как мы хотим, чтобы было больше проектов. Сквер матери, скалодром, благоустройство школьных дворов. В прошлом году, благодаря общественному бюджету, в Краматорске воплотили 5 идей. В течение следующей недели краматорчане выберут еще 14 проектов. Для этого нужно заполнить в городсовете специальный бланк или проголосовать через интернет. Ситуальный сайт, есть пункт «Граматорский бюджет», есть по регламенту проектов и выбирают проголосовать. Размер общественного бюджета в Краматорске ежегодно растет. К 2020 сумма достигнет 3 миллиона гривен. Мария Сергеева, Максим Кривошенко, телеканал «Донбасс». Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом прощаюсь. Всего доброго.